Всем привет, мои хорошие! С началом новой недели у вас! Как всегда, все на работе, я тоже работаю. Такая рамочка у меня на сегодня. И всё, как всегда, запакую и отвезу на почту. Я собралась... Ой! Ой, смотрите, какой у нас ветер. У меня... Я испачкала конверт своей кубной помадой. Сейчас немножко ототру. Я собралась на почту. Мне сегодня нужно именно на почту, потому что мне нужно отправить один конверт. А почтовой марки у меня нет. Там нужна ПРИО почтовая марка. Но одну распечатывать я не очень сильно хотела. Сейчас поеду на почту, сразу заплачу и отправлю. Смотрите, какой у нас сегодня ветерок. Разыгрался. Кстати, я утром, когда гуляла с собачками, такого ветра не было. Была хорошая погода. А сейчас прям ветерок, я бы сказала, даже прохладный. Даже прохладный. Знаете, как я запланировала сегодняшний влог? Ой, эта оса сидит у меня. Не внутри машины? Ой, вроде снаружи. Знаете, у меня один раз такое было, что я поехала к врачу, и меня по дороге, когда я ехала, что-то... Короче, я не знаю, что он у меня... Но это было давным-давно, наверное, уже лет 10 назад. И меня вот сюда вот в шею что-то укусило. Кто-то укусил. Я не... Ну, короче говоря, у меня сразу здесь такое было красное пятно. Не знаю, что... Я не знаю, что это было. И поэтому, нет, эта оса снаружи сидит. В общем, как я запланировала сегодняшний влог? Были такие вопросы насчет моих собачек, что, да, как, да, почему. Ну, расскажу вам потом. В общем, отвечу на комментарии, которые у меня были вот за последние вот эти пару дней. Потом про теплицу у меня спрашивали, там кое-какие вопросы про землю, про огурцы, где я сажаю огурцы. Тоже были такие вопросы, что там мне землю нужно менять. Я вам все это постараюсь ответить. Девочки, я просто-напросто уже не все могу показать, все, что я делаю. Я многими делами занимаюсь, которые не показываю. Но это не говорит о том, что я этого не делаю. Ну, ладно, поехали. Сначала отвезем. Блин, Володя же ездил вчера насчет... На выборы же ездили, Володя же был за рулем. Я не знаю, я уже говорила, да. Вот мы с ним. В принципе, рост у нас одинаковый. Я не знаю, почему он так далеко отодвигает сиденья. Не, я понимаю, где пары, где жена маленькая, а муж высокий. Вот мы, например, когда сдаем машину на ремонт, то наши мастера, они по два метра ростом. И когда ты садишься в машину, ты прям не садишься, а ложишься в машину. Потому что они так отодвигают сиденья очень-очень далеко. Ну, они действительно по два метра ростом. А мы с Володей обои, блин, метр с кепкой. Я не знаю, как он так отодвигает сиденья далеко. Но, вернее, не как, а зачем. Почему он не помещается? Смотрите, я сижу, какое у меня вот тут расстояние. А он постоянно животом цепляется. Что он, видите ли, не может влезть. Не может влезть в машину. Кстати, Володя вчера предлагала, гу, пойдем, ну, не пойдем, а поедем. Посмотрим, может быть, гу, машину посмотрим. Может, где-нибудь что-нибудь поставили. Ну, мы же такие пассивные. Пассивно ищем машину. Ну, знаете как, по принципу, может быть, нам кто-нибудь ее домой привезет, поставит. Что-то еще и оформит, глядишь. Ну, чтобы с дивана даже не вставать. Володя сначала вроде бы хотел, а потом передумал. Ну, и, короче, так и получилось, что никуда мы не приехали. Ой, боже мой, эти мужчины, мужчины. Ну, что мы там сигналим? Езжайте потихоньку. Некоторые, правда, есть такие нервные за рулем. А что нервничать? Каждый проедет куда надо. Насчет выборов, девочки. Вот вчера в комментариях написали, а что идти голосовать, когда там все без нас решат. Вот знаете, почему так и происходит? Потому что каждый так думает, что все решится без него. И вот таких вот, которые так думают, получается просто-напросто очень-очень много. А хотя, может быть, ваш голос бы сыграл какую-то значительную роль. Я не призываю сейчас кого-то голосовать за какую-либо специальную там партию. Нет. У меня даже в кругу семьи, у меня даже дети голосуют. У них не совпадает с моим мнением. Например, вот у Эрика, у него не совпадает мое мнение с его мнением. Он голосует за другую партию. Поэтому здесь ничего такого особенного нет. Каждый голосует. Но главное отдать свой голос за ту партию, которая вам больше всего нравится. Все понимают, что жить мы стали намного хуже. Все понимают. Но никто не хочет для этого что-либо сделать. Я, конечно, понимаю, что может быть это все и от нас не зависит. Но я придерживаюсь к тому мнению, что если я отдала свой голос, что я выполнила свой гражданский долг. Так, поехали на почту. Пошли. Так, кошелек я взяла, потому что мне деньги нужны. Знаете, что еще хотела вам сказать? Вот что-то... И вот пью кофе с обыкновенным молоком. Да, ну, с коровьим молоком. Девочки, как мне невкусно. Это просто жесть какая-то. Это очень мне невкусно. То я прям это кофе ждала. Дождаться не могла когда-же. Просто-напросто, когда я пью таблетку, мне нужно, ну, за полчаса до еды. И вот я эти полчаса прям реально уже думаю, когда же они уже побыстрее пройдут. Но они, в принципе, проходят быстро. Потому что пока я с собачками погуляю туда-сюда, ну, уже минут 20 точно проходит. И все равно я жду, не дождусь, когда же я выпью свое кофе. Ой. Наверное, я не буду отказываться от овсяного молока. Наверное, я все равно буду пить кофе со своим овсяным молоком. Но мне реально невкусно. И Сабрина мне говорит, мама, что это у нас молока овсяного нет? Она же тоже кофе пьет с овсяным молоком. Я говорю, да вот решила отказаться. Она говорит, а что это ты так? Я говорю, да вот не знаю. Что-то решила отказаться. А теперь, думаю, наверное, это был неправильный выбор. Потому что не хочу я от него отказываться. Все, я сегодня не поеду в магазин. А мне, может быть, хлеб надо купить? Я что-то не посмотрела. Ладно, я заеду на всякий случай в магазин, куплю булку хлеба Володе на работу. А то я не знаю, я не посмотрела, как там у нас обстоят дела с хлебом. Сегодня я поставлю на ночь опару, сделаю свежий хлебушек. Но так как мы сейчас, я очень редко ем хлеб, только тогда, когда у меня мой есть свеженький. Только тогда. И поэтому я на другой хлеб не обратила внимания. Этих самых, как их называют, бананов у него еще много. Он же в этот раз сказал, что я сильно много бананов покупаю. Сначала сказал, что ему нужно два банана в день, а потом каким-то образом перешел на один банан. И еще я осталась в этом виновата. Потому что я много, видите ли, покупаю, а он их не успевает съедать. Он говорит, что я все, что ли, доедаю в этом доме. Как, девочки, вы заметили, что бензин у нас подешевел? Дизель ойро 65, супер ойро 78 и супер плюс ойро 87. Вот, не знаю, надолго ли или ненадолго, с чем это связано. Кстати, я заметила еще и по золоту. Золото упало в цене. Ну, такой, знаете, на бирже. Я там иногда тоже тусуюсь. У меня есть такое увлечение. Еще немножко потусоваться на бирже. Иногда бывает хорошо, иногда не очень. Когда что-нибудь проглядишь. Ну, в общем, вот такая вот я. Мне нужно, как говорится, одним местом на всех базарах быть. Ладно, пойдемте, быстренько сейчас бегаем, купим хлебушек. Больше, наверное, ничего не буду покупать. Фрукты у меня есть. Яблоки я купила вкусные. Персики были тоже очень-очень вкусные. Завтракала я сегодня опять овсянкой с ряженкой. Ряженка у меня закончилась. Ну, может быть, потом с йогуртом буду есть, не знаю. Просто или с кипятком просто заливать. Но у нас же нет поблизости русского магазина. Поэтому ряженку, как буду в следующий раз в русском магазине, специально что-то неохота ехать, как буду в русском магазине, куплю овсянку. Ой, овсянку, ряженку. Ну, все, пойдем. За одним хлебушком не удалось заехать. Ну, как я не возьму? Смотрите. Кухонные полотенца. По 2 евро через приложение. Ну, 25 центов. За 2,50 центов сэкономила. Все-таки я взяла свое опять молоко. Овсяное, овсяное. Обыкновенное тоже взяла. Ну, потому что Володя иногда кофе, когда пьет, он тоже добавляет молоко. Стал добавлять. Одно время не добавлял. Потом стал добавлять. Так. Собачкам. Ну, так. У них еще, конечно, есть запасы. Ну, раз уж я была в магазине, думаю, возьму. Яйца, помидорки. Хлеб. Чеснок. Между прочим, у меня закончился. Вчера хотела в овощи положить еще свежего чеснока. У меня просто не было. Так. Взяла 2 манго. Что-то по 79 центов они сейчас. Но. Манго. Манго. Оно. Вот эти вот конфетки по 55 центов получаются. По приложению. Обыкновенные яйца взяла. Так. Сахар. Взяла 5 упаковок, потому что... Ну, потому что он тоже сейчас дешевле на этой неделе. А сахар что ему? Пусть лежит. Ну, и взяла котам их любимый корм. Желейный. Они у нас очень любят именно желе. Но оно очень редко бывает. Я пролазила во всех коробках. Три упаковки нашла, три упаковки взяла. Ну, тут теперь довольные. Ну, и взяла еще один мешок с земли. Но он небольшой. Его не сильно тяжело поднимать. Сколько Володю не прошу, чтобы он мне землю купил. Ну, короче говоря, пока сам не купишь, никто тебе не купит. Все. Мороженое в этот раз не покупала, потому что Володя закупался еще в субботу. Он сам купил мороженое. Не знаю, есть ли оно еще или нет. Я же, вы же знаете, я не любитель мороженого. Мне оно что есть, что нет. А Володе прям, прям надо. Насчет того, что как у Володи там сахар в порядке или не в порядке. Девочки, я ему сказала, Володь, сходи, сдай кровь. На что он мне ответил. Ну, типа, отвали от меня, моя хорошая. Если я чувствую себя хорошо, то для каких целей мне сдавать кровь? Ну, я настаивала. А потом, когда ты настаиваешь, ты только нервничаешь. Ну, а мои-то нервы никто не бережет. Он сказал, что он чувствует себя хорошо. Ему не надо сдавать никакую кровь. Что бы она придумали с каким-то сахаром? Нет у него никакого повышенного сахара. Хотя, когда он лет пять назад сдавал кровь, тогда я тоже настаивала, настаивала. И даже специально вместе с ним ходила к врачу, чтобы попросить результаты анализов. Потому что он бы точно с собой бы не взял. Он бы послушал, что ему врач там бы сказал. Ну, типа, все нормально и нормально. А я когда глянула, у него там уже был сахар немножечко превышенный. Я тогда еще у врача спросила, а что вы, Гупра, вот сахар не говорите? У него же вот тут повышенный сахар. Он говорит, ну, это не сильно большое превышение. Я сейчас не скажу, насколько. Надо мне вообще просто-напросто посмотреть ради интереса. Найти его эти анализы. И посмотреть, как там у него. Ну, насколько был у него превышен сахар. Так. Ну, все. Ну, если человек не хочет, то значит не хочет. Теперь поехали домой. Дома отвечу вам на все комментарии, которые вы мне задавали. Ну, по крайней мере, я так думаю, что я все помню. Я обычно так запоминаю. Иногда делаю скриншот, но когда начала снимать видео, забываю посмотреть, что я там где-то скриншот сделала. Может быть, когда-то где-то что-то и пропустила. Так что, если на чей-то комментарий не ответила, то напишите еще раз. Я вам обязательно отвечу. Так. Ну, стройка у нас здесь во все. Скоро у нас, наверное, будет с другой стороны. Ой, а мне теперь быстренько проехать. Что-то я как-то поехала. Они тут перегородили. Так все проедет. Сейчас там машина или не проедет, потому что я нехорошо стою по тротуару. Поехал мужик, скажет, блондинка за рулем. Не могла правильно припарковать машину, остановить. Но я просто поздно увидела. Ну, ничего. Разъехали, значит, все нормально. Так. Как и сказала, если кому-то вдруг что-то не ответило, то пишите еще раз, я вам обязательно отвечу на ваши комментарии. Вчера, между прочим, когда Каринка уезжала, мы пошли еще раз собрали клубнику. Я собрала ей прям такой... Ну, мы вместе. София собирала, Карина. Мы вместе собрали такую, ну, небольшую чашечку опять. И Карина говорит, мама, оставь себе пару штук. Что ты все отдаешь? Я, Карин, ты еще издеваешься, что ли? Мне, если захочется, я пойду себе две клубнички непосредственно с грядки сорву и съем. Так что не забирайте все. Она говорит, мам, какая у тебя вкусная клубника. Да, девочка, у меня правда реально такая вкусная клубника. Прям сладкая-присладкая. Прям очень сладкая. Бегите, мои хорошие, гуляйте. Ты моя сладкая, ты моя хорошая. Куда ты уже приютилась? За стол? Обед еще не предвидится. Я... Ой, Соня палочку нашла. Ну, погрызи, моя девочка, палочку. Погрызи. Пока мои собаки нагуляют, смотрите, девочки, я заказала себе чай из листьев смородины. Я прочитала, что чай из листьев смородины очень хорошо выводят мочевую кислоту. Блин, забыла, как по-русски называется. Улетела из головы и все. Заказывала в Амазоне, по-моему, вот эта вот упаковка, вот 100 грамм, 10 евро, по-моему, стоила. Сегодня заварю, буду пробовать. Ну, хотя у меня она не повышена, но уже, знаете, так вот, ну, на границе прям вот-вот-вот-вот так стоит. Поэтому, я думаю, лишним не будет. Сонечка гуляет. Ну что, пойдемте в теплицу, пока мои собаки нагуляют. Володя, когда косил траву, я попросила, чтобы он меня оставил траву, я все замульчировала. Здесь, в теплице, в прошлый раз я это тоже делала, тогда томаты были еще маленькие, и как начали их эти слизняки жрать, ну, а теперь они уже большие, им уже слизняки, я думаю, что не... Собакина, вы где, Соня? Я думаю, что им теперь слизняки уже, ну, не опасны. Так, Жорек, не убегай, пожалуйста, пожалуйста, не убегай. Кстати, девочки, я посмотрела, что, ну, вот эта клубника, да, не оправдала мои сильно такие доверия, не оправдала мое доверие, что на следующий год я не буду здесь сожжать клубнику, я ее просто-напросто уберу. И усы я отрывала, усы я уже отрывала, просто-напросто они уже опять наросли. В общем, в моей клубнике очень много усов, она выбрасывает очень много усов. И что хотела сказать, сюда цветы посажу, не знаю, какие, какие-нибудь посажу. Смотрите, между прочим, как красиво смотрится бегония, прям очень красиво. Да. спит. Соня, если ты домой идешь, то иди. Домой пойдешь? Жарко, потому что ты забежал домой, я уже видел. Ну так, про теплицу поговорим в теплице. Как я здесь мешала землю перед тем, как мы здесь все сажали. В принципе, я все это показывала. Мы тогда с Володей вместе это сделали. Соня, заходи, давай быстрей домой, чтобы я видела, что ты зашла. Так кто ее знает, что у них на уме все, зашла. Я ложу, мы мешали сюда перлит, затем добавляла я удобрение коровьего навоза. В гранулах такой, мне тоже подписчица посоветовала, я покупала такие две большие коробки, они у меня уже почти все улетели, одна уже улетела коробка, в другой вот столько осталось. В общем, я теперь все где что сажаю, добавляю гранула этого навоза. Еще потом она мне порекомендовала разводить в воде и потом поливать этой водой. Но помидоры я не буду, а то они зажируют. Ой, уже, между прочим, много этих. Но не много, я периодически отрываю пасынков, но они все равно периодически растут. Так, и что я еще добавляла? Я добавляла еще рога животных. Затем насчет того, насчет моих огурцов. Типа, в этом земле не меняйте. Девочки, все я меняю. Как-то показывала, Володя привозил прям очень хорошую землю. Он выкапывал ту землю, которая была в этих лунках. И мы, по-моему, это было в прошлом году. И точно так же я потом удобряла куриным пометом. Постоянно поливала свои огурцы. Подвязывать уже надо. Надо подвязывать. Надо Володе сказать, чтобы он меня здесь сделал. Ну, чтобы можно было подвязать огурчики те, которые уже большие. А то еще поломается, будет вообще обидно. В этом году я точно так же в лунки добавила перлит. Добавила говяжий или коровий навоз. Если кто не знает, как выглядит в гранулах, сейчас я вам покажу, потому что у меня еще есть коробка. Девочки, вот так вот выглядит коровий навоз. Вот такие вот коробки. Покупала Томас Филлипс магазин. Хорншпена я тоже добавляла. Что-то было. Я тоже добавляла, потом у меня закончилось. Я купила новую упаковку. И, кстати, я еще купила какое-то удобрение было в Лидоле для... тоже для овощей. Ну, потом почитаю, когда нужно будет удобрять. Еще буду тем удобрением удобрять. Так что я все меняю. А то мне написали, вы там никогда не меняете землю, сажаете годами. Мои девочки, все я меняю. Я просто не могу все показывать. Я и так стараюсь вроде что-то показать и рассказать. Но даже после того, как я в этом же видео что-то рассказала и показала, некоторые умудряются меня спрашивать, вы это делали? А как вы это делали? Хотя я все рассказала и показала. И еще я не сказала, что прежде чем я начала сажать свои растишки в теплицу, во-первых, я всю теплицу вначале пролила кипятком. Это было вначале. Затем я ее пролила фитоспорином. Специально прям всю землю хорошо пролила фитоспорином. Когда сажала огурцы и сделала все то же самое. По-моему, про кипяток и про фитоспорин я вам рассказывала в видео. Где покупала? Покупала. На просторах интернета задаете фитоспорин. Здесь в Германии выходит. Не дешево, скажу, не дешево. Но для профилактических работ очень хорошее средство. Так. Ну все, вроде бы сказала. Так что не переживайте. Хорошего урожая. Большого урожая, скажем так. У меня все равно не было. Потому что у меня здесь, ну что, всего ничего. Банки мы не закрываем. А на лето на салатики нам хватает. И огурцов, и помидор. И я даже умудрялась о Карине посылками высылать какой-то год. Огурцов было много. И я даже Каринке умудрялась высылать огурцы в посылках. Кстати, это тоже было все на канале. Все видели и все показывали, все рассказывали. В общем, я думаю, что я уже сегодня много вам наболтала. Так что про собак, про собак я вам расскажу в следующем видео. На сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.